Ты думаешь, Америка это рай? Ты думаешь, только в Америке найдешь себя? Высокие зарплаты, забота о тебе, образование, работа, высокие пенсии, забота государства, все для тебя. Но так ли это на самом деле? Позавчера знатно посидели с Мишей, после того, как мы проехали по Эдмонтону и засняли для вас этот город. Поехали, купили бутылочку вина, у него еще дома была, в общем, хорошо посидели. Я у них переночевал, они меня приютили и на следующее утро проснулись и поехали. Я попросил, чтобы меня отвезли к траку и я попросил, чтобы меня отвезли к магазину Home Depot, там где продают всевозможные товары для ремонтов. Для того, чтобы я мог купить, называется Blue Skin, ну, в общем, такая клейкая, широкая клейкая резина, которая приклеивается на трейлер. У меня там было на тарпе, на вот этом презенте несколько дырок. В общем, это я отремонтировал, у Миши заимствовал лестницу, ну, потом они, то есть, вернее, он уехал домой вам стримить, а я начал монтировать. Ну, вот уже новый день настал. Короче говоря, отдых закончился, новый день настал, теперь я должен получить груз. Вот, один или два, не знаю, сначала получу один груз, если будет место, попрошу, чтобы проснулся, я еще толком не пил, как-то, знаете, первые слова, которые я произношу, это общение с вами. В общем, посмотрим, какой будет груз и будет ли место для еще чего-то, для того, чтобы, моя цель ехать максимально заполненным, для того, чтобы увеличить свой доход. В общем, ну, в общем, сейчас я буду завтракать, я вам покажу, что я тут кушаю и поедем. Вот, на завтрак у меня то же самое, ничего не изменилось, потому что ассортимент в поездке не меняется. Это макароны, тефтели, полил кетчупом, туда я могу, конечно, и яйца добавить, но в этот раз я не добавлял. О, сейчас мне звонят. Загрузка началась, в этот раз коробки. Загрузка началась, в этот раз коробки. Первую часть закрепили. Ну, вот, с этой стороны тоже. Сейчас подвинем тарп. Тарп это крыша. И будем грузить дальше. Пуши. Пуши. more ну вот загрузили такой вот груз там есть еще одно место если подвинуть этот ящик, там есть еще одно место еще для одного ну до какого-то еще одного палета, для какого-то ящика и я попросил чтобы мне нашли по возможности еще какой-нибудь груз в довесок до того, чтобы ну в общем увеличить сумму денег, за которую я буду ехать отсюда в Монреаль сейчас я это все закрою пойду возьму бумаги и поеду вот так вот вот, ну первый груз я получил загрузился у меня там есть еще немножко места сейчас я поеду возьму или постараюсь, по крайней мере впихнуть еще один груз тут недалеко, тоже в Эдмонтоне и этот груз тоже на Монреале надеюсь, что впихнется невпихуемое все, ребята еду дальше посмотрим, получится ли засунуть еще груз это дополнительные деньги вот, короче, еще груз добавил так что теперь я еду абсолютно полный все загрузился два груза закрываюсь и все поехал я выехал решил я немножечко еще к этому видео по-моему оно будет не длинное добавить какая ситуация с погодой ну погода вы сами видите сейчас у нас понедельник я я 4 тысячи 5 километров должен проехать вот единственное у меня есть какая-то тут проблема и я пока не совсем понял причину в общем где-то раз в день мне приходится добавлять антифриз но я не вижу я не вижу никаких мест где он мог бы вытекать то есть я не вижу никаких потеков непонятно хоть бы это не было ну что антифриз там попадает есть такая система EGR EGR чтобы не было так что он попадает в эту систему и сгорает хрен его знает ну в общем как-то надо доехать 6 галлонов антифриза у меня с собой есть посмотрим посмотрим как будет вот как я уже сказал я взял 2 груза это добавило еще чуть-чуть чуть-чуть денег так что в принципе надо до 15 числа как-то дотянуть до 15 апреля 15 апреля будет первая зарплата всегда надо ждать целый месяц пока ты получишь деньги вот ладно ребята репортаж маленький еду я видите по какой какая погода тут особо не не наснимаешься снимать особо нечего все всем пока до следующего раза с уважением к вам БМ до следующего Продолжение следует...